но у меня как всегда проверка звука звук есть в общем сегодня посмотрим на setTimeout и setInterval почти все реализации JavaScript имеют внутренний таймер-планировщик который позволяет задавать вызов функции через заданный период времени в частности эта возможность поддерживается в браузерах и в сервере Node.js setTimeout delay есть еще аргументы какие-то так тут можно посмотреть вот еще есть какие-то аргументы помимо функции функция либо код делай почему-то запятую поставим вот такой синтаксис параметры func код функция или строка кода для исполнения строка поддерживается для совместимости использовать ее не рекомендуется руки по старой элемент delay задержка в миллисекундах тысяча миллисекунд равна одной секунде аргумент 1, аргумент 2 аргументы которые нужно передать функции что ж вы раньше то молчали исполнение функции произведет спустя время указанное в параметре delay например следующий код давайте сразу к нормальной штуке попробуем setTimeout есть такая штука как консоль лог да есть у меня есть какие-нибудь параметры передадим типа привет ладно hi да и здесь напишем ну пусть 2 секунды потянем время а дальше вы произведем тоже консоль лог так напишем старт и запустим все это дело короче вызывается ошибка callback должен быть функцией суть то что здесь должна функция быть без скобок но мы же ну сейчас есть выполнен ничего что произойдет старт есть где секунда прошло что так это пришла непонятно вот я хочу передать аргументы тут написано без запятых давайте вот хай ну запятая походу не надо походу это опечатка какая то может запятая дальше нужна сейчас посмотрим вот что произошло а все даже запрочит не надо массив видимо в нашем случае в нашем случае вот так все аргументы переводили давайте цифры передадим то есть вот эта запись будет вам гораздо более полезной на самом деле ну навыки сюда аргументы передавать здесь ну тут какую-то функцию пишет которая ну уже встроенная ты ее никак не поменяешь там аргументы как-то передать надо ну это объект консоль лог старт он типа первый проходит то есть setTimeout он не останавливает скрипт 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 идет дальше а логика выполняется через ну задержки именно вот этой функции что-то типа async await непонятно что значит два аргумента давайте какую-нибудь функцию создадим все таки ну как всегда сам всем a и b return а плюс b ну здесь попробуем нашу сам здесь давайте два и тринадцать не сработало вот не работает так впечатление что понятно в общем это в целом с этим все очень тяжело передавать по ходу можно только строки это типа старый функционал вот вот когда это не это да это как не хочет мне превозвращать эти вызовы мне уже самому интереснее что на то возвращать в любом случае даже если return a плюс b она бы сложила два две строки почему не работает давайте строчку сюда добавим противится во все а должна ли эта функция что-то возвращать а ну правильно она не противится во все я ничего не печатаю мне сюда надо консоль лог написать вот чем дело тогда так сделаем я хочу все таки сумму ввести проверить передать хочу попробовать не строки короче можно передавать и числа я просто тупил ничего не выводил в консольку так из практики то что я столкнулся вовьюхе есть всякие методы например у вас есть компонент вы с ним работаете и вы хотите сделать setTimeout какого-то метода а ничего не происходит срабатывает функция сразу же задержки нет потому что даже можно не срабатывает подсорки будет ошибка потому что в основном будут вы пишите через здесь какой нибудь метод здесь а это а д и как это и даже не так вот у грида например какой нибудь и вы хотите во первых возможностах под параметр передать но это пол беды вы когда засунете этот штуку все таймал у вас здесь пропадает вы конечно можете как-то подумать и реализовать этот колл и плавил то вот эти штуки которые мы проходим но если забить на лет и константы написать просто пар какой-нибудь ддд равно здесь вы получите текущий контекст того элемента где вы находитесь и дальше вызывайте сайт вот здесь вместо здесь пишите ддд тип того в общем так вы контекст не потеряете по фактам есть инструмент которым может могут передать контекст куда надо но там немножко больше заморочек с этого можно не удалять это к вам на заметку если первый аргумент является строкой то интерпретатор создает анонимную функцию из этой строки то есть такая запись тоже сработает а еще вот так можно как сделать если строчку напишите на консоль колок то вот это сработает про что говорилось нам вот то что тоже удалить в принципе это нам тоже так может сочетался нам одну секунду уходит вот в этом как он называется то но джиэс так нельзя но мы проверим в браузере где нашел 12 здесь можно вот в общем это старая штука и ее убрали вот в ноге она уже исключена нам лучше вместо вот этого использовать анонимные функции ну либо короче писать в function делать вот так либо фанкт он займет на стрелочку отменное исполнение отменное исполнение clear timeout функция setTimeout возвращает числовой идентификатор таймера таймер ID который можно использовать для отмены действия нужно ну нам нам 3 секунды сделаем 3 и м в интервал и меди и отречить только не совсем понятно очищает тайм-аут либо вообще запрещает это выполнение ну да он сразу закончился запрещает как видно можно было вывести там один тупец самое смешное что если сделать аляр а видимо из метод какой-то стринг где-то там наверное обидет наверное есть там и цифру получит вот ну видимо это вот идти ле тайм-аут минус 1 давайте два тайм-аута заведем да блин опять нету один один здесь разница ну так как то вот так надо делать да там соляшим посмотрим alert который так это тайм-аут там стринг идти ли старт 1 3 2 символ триггер это иди видимо нет осенька идти 3 2 непонятно 1 2 а хочется еще и браузер это все увидеть все таки прикольно кажется для ноды это целый объект для браузера это всего лишь цифра вот тут и пишется такие разночтения вполне соответствуют стандарту просто потому что в спецификации javascript про таймер таймера нет ни слова вот так таймер это настройка на javascript которая описана в секции timers стандарта html5 для браузеров и в документации к ноды .js для сервера метод метод setInterval имеет синтаксис аналогичный setTimeout 1 в 1 только там setInterval смысл аргументов тот же самый но в отличии от setTimeout он запускает выполнение функции не один раз а регулярно повторяет ее через указанный интервал времени остановить исполнение можно вызовом clearInterval timerID следующий пример при запуске станет выводить сообщение каждые 2 секунды пока не пройдет 5 секунд я боюсь что эта штука может не остановиться поэтому немножко напишу по-другому так тайм мер setInterval так каждую секунду будет что-то будет что-то происходить в данном случае писать слово куку да но мы хотим через 5 секунд завершить просто я не хочу использовать поэтому я сейчас немного потоплю так как метод назывался время получить не парс в час на кварти и в а я не не так ладно не словно называется все из головы повылетал не словно не словно не словно Забыл, короче, засечь. 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 Забыл, короче. допустим плюс все четыре вот это мне нравится вот это не нужно и так вот у меня есть функция которая поиск каждую секунду и еще и как это сделать ну а через банк сделаем чисто так поиграться мы интруем вот я хотел пока правда мы проверяем если но это мне получается надо как-то блин вот я заморочился короче тайм никак без ты фигни без контекста без вара вообще ну сейчас вот так сделаю если мы так могли сделать зачем я это делаю ладно если зависит на компьютер я не специально если тайм равно 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 тайм плюс пять тысяч вот что это странные штуки появились делаем нашу как там было стоп ничего не стоп не 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 но вот я угол да блин так таймер ID вот если мы сюда передадим как аргумент тайм сможем и мы здесь тайм плюс равно такую штуку делать хе-хе-хе тут нам поможет синглайт хе-хе хе-хе о господи хе-хе да ну да ну то же самое происходит как же так вышло хе-хе 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 хе а то то вейд ты не поставишь никуда хе хе даже начнут возвращать хе 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 ну в общем я нагородил ничего у меня не получилось хотя печально вернем как было хе 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 который мне кажется тоже работать не будет, но может быть анонимка открывал таймер ID ну вот это работает кстати пытаясь машину не надо передавать то есть в этом контексте таймер ID видится это хорошо насколько я понял можно так вот сделать GDD ну тут таймер ID ну это не 5, а 3 не ошибка да можно такой фигней позаниматься передаем это сюда а это сюда модельные окна замораживают время в хром опера сафари что будет если долго не жать окей на появившемся алерте это зависит от браузера в браузере хром опера сафари внутренний таймер заморожен во время показа alert confirm prompt а вот в интернет эксплуатере и файрфокс внутренний таймер продолжат идти поэтому если закрыть алерт после небольшой паузы то файрфокс и следующий алерт будет показан сразу уже время подошло а в хром опера сафари только через 2 секунды после закрытия ну суть вы поняли алерты могут задержку типа вносить рекурсивный setTimeout важная альтернатива setInterval рекурсивный setTimeout вместо war timerID setInterval функция да мы можем сделать setTimeout setTimeout здесь что это нам не надо это нам не надо это нам не надо нам нам надо это не надо ну это наверное с фарами а может и нет есть этот бэкспейс на маке итак есть таймер id setTimeout внутри функция давайте что-нибудь напишем сюда консоль лог а дальше мы этот таймер идти с вами сюда как мы убедились он виден и становится тайм аут к сожалению анонимкой не обойтись вот такая штука ну 2 мало на 3 а где это промежуток тогда 1 ну это бесконечный цикл получается та же самая штука в коде выше следующее выполнение планируется сразу после окончания предыдущего рекурсия setTimeout более гибкий мета тайминга чем setInterval так как время до следующего выполнения можно запланировать по-разному в зависимости от результатов текущего например здесь 2 секунды здесь одна будет раз быстро медленно с это не это вообще ничего не изменилось первая секунда пошла быстро 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 это же интерес как этот пить быстро интересно но если наоборот поставить а это похоже на 100 вообще что это чаще выполняется чем это получается первый раз ну блин получается с функцией вот эту выполнять через секунду потом она постоянно крутится потому что вот это тик она уже каждые три секунды будет он ее и вызывает секунду метровала так что тут не особо получится играться со временем например у нас есть сервис который раз в пять секунд опрашивать сервер на предмет новых данных случае если сервер перегружен можно увеличить интервал опроса до 10 до 60 секунд но если это будет какая-то переменная ты например ну ладно мы особо играться не будем это равно работает а потом вернуть все обратно когда все нормализуется ну понятно если у нас регулярно проходит грузящие процессору задачи то мы можем оценивать время потраченное на их выполнение и планировать следующий запуск раньше или позже рекурсивный сет тайм аут гарантирует паузу между вызовами а сет интервал нет давайте сравним два кода первый использует сет интервал второй использует рекурсивный сет тайм аут так так нам не надо и равно 1 сет интервал анонимка танц то какая-то фонг и короче это пример и есть у нас вот этот тик здесь просто будет какая-нибудь функция и так при сет интервал внутренний таймер будет срабатывать четко каждые 100 миллисекунд и вызывать фонг и и вы обратили внимание реальная пауза между вызовами фонг при сет интервал меньше чем указано в коде это естественно ведь время работы функции никак не учитывается оно съедает часть интервала возможно такое что фонг оказалось сложнее чем мы рассматривали и выполнялась дольше чем 100 миллисекунд в этом случае интерпретатор будет ждать пока функция завершится затем проверить таймер и если время вызова сет интервал уже подошло или прошло то следующий вызов произойдет сразу же если функция выполняется если функция и выполняется дольше чем пауза сет интервал то вызов будет происходить вообще без перерыва исключением является интернет-эксплойер в котором таймер затевает во время выполнения javascript а так будет выглядеть картинка с рекурсивным с таймаутом короче в первом случае начало функции и окончание таймера вот этот один отрезок и например заканчивается функция на середине например 50 миллисекунд то затрачено будет ровно 100 миллисекунд и следующая операция начнется сразу же после этих 100 миллисекунд а в сет таймауте учитывается время функции функция закончилась элла привет вот вот если получается функция закончилась только потом идет отсчет вот этих 100 миллисекунд в таймауте после завершения самой функции это происходит потому что каждый новый запуск планируется только после окончания текущего управление памятью сборщика больших мусоров javascript не чистит функции назначенные в таймерах пока таймеры актуальны при передаче функции в сет интервал сет таймаут создается внутренняя ссылка на нее через которую браузер ее будет запускать которые препятствуют удалению из памяти даже если функция анонимна функция будет жить в памяти пока не сработал и не был очищен таймер для сет таймаут внутренняя ссылка исчезнет после использования функции для сет интервал ссылка исчезнет при очистке таймера так как функция также тянет за собой все замыкания то оставшие не актуальными но не отмененные сет интервал могут приводить к излишним тратам памяти минимальная задержка таймера у браузерного таймера есть минимальная возможная задержка она меняется от примерно 0 до 4 мс в современных браузерах более старых она может быть больше и достигать 15 мс по стандарту минимальная задержка состоит 4 мс так что нет разницы между сет таймаут запятая ну и сет таймаут один и сет таймаут 4 особо ничего не поменяется посмотреть минимальное разрешение в живую можно на следующем примере в примере ниже каждая плоская полоска удлиняется вызовом сет интервал указана на ней задержка от 0 мс сверху до 20 мс внизу запускать его в различных браузерах вы заметите что несколько первых полосок она анимируется с одинаковой скоростью это как раз потому что слишком маленький маленькие задержки таймера не различает важная нынешняя задержка не сработает это касается именно сет интервал вот такая а это сет интервале вот здесь не сработает а таймаут работает нормально откуда взять эти 4 миллисекунды почему минимальная задержка 4 миллисекунды а не 1 миллисекунда зачем она вообще существует честно не знаю что за примеры написали это привет от прошлого браузер хром как-то пытался убрать минимальную задержку в своих ранних версиях но оказалось что существуют сайты которые используют сет таймаут 0 рекурсивно создавая темы тем самым асинхронный цикл и если задержку совсем врут то будет 100% загрузка процессора такой сайт подвесит браузер поэтому чтобы не ломать существующие скрипты решили сделать задержку по возможности небольшое на время создания стандарта оптимальным числом показалось 4 миллисекунды реальная часть срабатывания в ряде ситуаций таймер будет срабатывать реже чем обычно задержка между вызовами сет интервал 4 миллисекунды может быть не 4 а 30 миллисекунды даже 1 секунда масштаб браузер ров дистопных в первую очередь продолжает выполнять сет тайм даже если вкладка неактивна при этом ряд из них Chrome Firefox Internet Explorer снижает минимальную частоту таймера до 1 раза в секунду получается что в фоновой вкладке будет срабатывать таймер но редко при работе батареи в ноутбуке браузеры тоже могут снижать частоту чтобы реже выполнять код и экономить заряд батареи особенно этим известен Internet Explorer снижение может достигать несколько раз в зависимости от настроек при слишком большой загрузке процессор JavaScript может не процессором JavaScript может не успевать обрабатывать таймер вовремя при этом некоторые запуски сет интервала будут пропущены вывод на частоту 4 миллисекунды стоит ориентироваться но не стоит рассчитывать посмотрим снижение частоты в действии на небольшом примере при клике на кнопку ниже запускается сет интервал 90 это ладно тут какой-то пример ну почитаем просто суть с интервал 90 который выводит список интервалов времени между 25 последними срабатываниями таймера запустите его перейдите на другую вкладку и вернитесь если ваш браузер увеличивает тайм-аут при фоновом выполнении вкладки то вы увидите увеличение интервала помеченное красным кроме того вы заметите что таймер не является идеально точным разбивка долгих скриптов нулевой или небольшой тайм-аут также используют чтобы разрывать поток выполнения тяжелых скриптов например скрипт для подсветки синтаксиса должен проанализировать код создать много цветных элементов для подсветки добавить их в документ на большом файле это займет много времени браузер может даже подвиснуть что не приемлемо для того чтобы этого избежать сложная задача разбивается на части выполнение каждой части запускается через минимум интервал после предыдущей чтобы дать браузеру время например создать анализ и подсветка первых 100 строк затем через 20 миллисекунд следующие 100 строк и так далее при этом можно подстраиваться по цепу посетителя замерять время на анализ 100 строк со 100 строк и если процессор хороший то в следующий раз обрабатывать 200 строк а если плохой то 50 в итоге подсветка будет работать с адекватной высотой и без тормозов на любых текстах и компьютерах итог метод setInterval и setTimeout позволяют запускать функции регулярно либо один раз через дилей миллисекунд оба метода возвращают идентификатор таймера его используют для остановки выполнения вызовом clearInterval clearTimeout в случаях когда нужно гарантировать задержку между регулярными вызовами или гибко ее менять вместо setInterval используют регурсивный setTimeout минимальная задержка по стандарту составляет 4 мс браузер соблюдает этот стандарт но некоторые другие среды для выполнения JS могут предоставить и меньше задержки в реальности срабатывание таймера могут быть гораздо реже процессор перегружен вкладкам находится в плановом режиме ноутбук работает от батареи или по какой-то иной причине браузерные особенности почти нет разве что вызов setInterval с нулевым задержки в интернет схоже недопустим нужно указывать хотя бы единичку так все в 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